все привет дорогие друзья рада приветствовать вас всех на нашем семейном канале сегодня мне нужно очень быстро приготовить ужин у всех часто бывает ситуация вернулись с работы холодильнике готового ничего нет требуется ужин накормить семью вот и у меня сегодня такой случай а что же готовится быстрее чем яйца но можно конечно яйца банально пожарить и так далее но я сегодня делаю омлет омлет не простой а с колбасой прям в рифму сказала колбаса может быть абсолютно любая у меня сегодня это вот две сосиски лежали в морозилке я их отварила вот такие две сосисочки у меня 4 яйца семья у нас небольшая для нас будет достаточно зелень укропа добавлю если у вас есть зеленый лук добавляете смело будет еще красочнее и вкуснее и значит в моем случае я добавляю морковку морковка вы скажете о морковка долго варится нет ребятки у кого есть чудо техники микроволновка она скорее всего есть практически в каждой семье то микроволновки морковь свеклу такие овощи ту же картошку варить очень быстро вот я отрезала кусочек морковки так как немного не нужно я варила ровно четыре минуты как я это делаю я кладу морковку помыла почистила кладу в пакетик но я ее разрезал чтобы это было еще быстрее разрезала на две части и попротыкала ножиком буквально вот по одному разу в пакетик пакетик наливаю вот так буквально чуть-чуть водички совсем немножко и пакетик завязанная завязываю на узелок ланжу кладу на тарелку отправляю микроволновку четыре минуты ребятка ребятки морковка вареная все готово значит дальше молоко растительное масло добавлю немного перца и конечно же соль и так приступим мешать я буду в мисочке для меня удобной и венчиком нет венчика без проблем вилкой ложкой без разницы омлет все равно получится очень вкусно значит разбиваю яйца яйца всегда всегда предварительно мою и вам советую значит яйца разбиваю в миску одно яйцо два яйца если у вас вдруг упала шкарлупочка допустим такой вот способ очень легко доставать ее вот таким вот нет от меня не шкарлупочка упала то что там яички какой-то кусочек зародыша не знаю короче если упала шкарлупка не ловите пальцем ножом вилкой ложкой все это очень ну долго и неудобно вот так вот той же шкарлупкой зацепили она очень хорошо вылавливается так на 2 яйца 3 яйца и четвертое все готово теперь яйца перемешиваем взбиваем венчиком не нужно сильно прям до пены там делать как на крем я не знаю просто перемешали чтобы желтки перемешали с белками готово сюда же выливаем молоко на четыре яйца у меня 250 ой сейчас скажу так 225 здесь не отметка чтобы точно вам сказать 150 ребятки 150 миллилитров молока ты дыш еще раз немножко перемешаю сюда же добавляю соль соль по вкусу можете добавить какой-то там используют приправы милины куриные разные вкусовые какие-то добавки можете добавлять это уже ваше решение на ваше усмотрение и немного перца перец у меня такой душистый ароматная смесь перцев здесь и душистый перец и черный и красный очень хорошо она пахнет перемешали все теперь добавляем остальные ингредиенты значит морковку почему я кладу в омлет морковку а потому что она добавляет ярких красок а ребятки намного приятнее кушать блюдо когда но красиво выглядит вот для красоты мы добавляем морковку не скажу что она прям какой-то особый вкус придает но красоту придает мне еще такая сегодня яркая морковка хорошая попалась а то бывает на рынке купишь морковка она бледная как не знаю что сегодня такая яркая хорошая морковка вот прям таким среднем кубиком нарезаю и сюда же перекладываю так готова ведь как она ярко смотрится прекрасно так затем якорет как я уже говорила околбаса может быть абсолютно любая у меня сегодня оказались сосиски вообще я всегда в морозилке храню сосиски всегда так скажем на чёрный день вот такой чёрный день к кучках в конечно черный день сегодня наступил и сосиски пригодились так что вот так вот вообще какая колбаса докторская ламмка была тер clearer Barbie луди Видите, копченая, пожалуйста, с салями, вообще супер. Любая колбаска подойдет. Нарезаю тоже таким не сильно мелкими, ну, наверное, средними кубиками, да. Это средний кубик. Можете полосочками, тут уже как кому нравится, на вкус роли не сыграет. Так, нарезаю. Ну, конечно же, с колбасой. Омлет будет намного вкуснее и сытнее. А вообще, такой вот хороший ужин из яиц в виде омлета, потому что оно и сытно, я же говорю, и быстро готовится. Дорезаю колбаску. Все, сюда же отправляю. Сковородка у меня уже стоит на плите. Забыла включить плиту. Сразу включаю, пускай разогревается. И осталось нарубить зелень. Опять-таки, и аромат, и краски. Яркие краски. Жалко, нет зеленого лука. Зеленым луком еще шикарнее выходит. Зелень рубим так вот меленько. Если нет укропа, есть петрушка. Без проблем можно добавлять петрушечку. Чик-чик-чик-чик, и готово. Ребятки, очень быстро. Все, сюда отправляем. Убираем лишнее со стола. Вытираем. Все, чтобы у нас было чисто и цивильно. Теперь нужно всю эту красоту, всю эту перемешать. Ну, я венчиком перемешиваю, чтобы уже не пачкать ни ложки, ни вилки. Посмотрите, название красота. Как красиво. Есть помидоры. Можно сюда помидор добавить. Буквально чуть-чуть. Чтобы побольше красок было. Так, готово. Я жду, пока у меня разогреется плита. И дальше покажу, как я буду готовить. Все, ребятки. Основная задача выполнена. Все намешали, нарезали. Все остальное из нас делает плита, комфорка, сковородка и так далее. На разогретую сковородку наливаю растительное масло. Немножко. Можете, в принципе, заменить сливочным. Просто смазать сливочным маслом сковородочку и все. Даже я многовато налила подсолнечного масла. Ну, уже да ладно, не буду я отливать. Но вообще, поменьше можно. Ничего. И смазываю вот так вот прям краешки, потому что... То есть, бока. Потому что омлетик наш будет подниматься. Чтоб ничего у нас не пригорело, не пристало и так далее. Все, ребятки. Выливаем на сковородку. Огонь средний. Я сейчас даже переключу еще. То есть, ставлю вообще на медленный, на минимальный такой. Ну, чуть ниже среднего. Чтоб ничего не пригорело. И он себе потихонечку готовится. И обязательно накрываю крышкой. Накрываем крышкой. Все. Ничего не мешаем, не трогаем. Пройдет буквально минут 15. Все. Наш омлет готов. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Вот и все, ребятки. 15 минут. Наш омлет готов. Вот такая красота получилась. Теперь можно его порционно разделить на кусочки. Как хотите. Можно треугольнички, полосочки. Аккуратненько достаем. И выкладываем на тарелочку. Вот такая вот красота получается. Выкладываем весь омлетик. Что-то я чуть неровно его порезала. Видите, ничего не пристало. Все отлично. Ну, здесь еще, конечно, зависит от сковородки. У меня хорошая сковородка с антипригарным покрытием. Поэтому никогда ничего не прилипает. Вот такой вот он нежный получился. Ароматный, яркий и красочный. Выкладываю аккуратно, не спеша. Чтобы ничего не сломать. Ой, говорю не сломать. И все равно сломала. Видите, какой он мягенький получается. Так, последний кусочек. Можно двумя лопатками, чтобы удобнее было. Вот такая вот красота получилась. Вот так вот он поближе выглядит. Вот так вот легко, быстро и просто мы приготовили очень вкусный ужин. Кому понравился мой рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok